Рекламно-информационная программа. Ноль плюс. С Верой в спорт. Добрый день, это программа Свера в спорт у микрофона Вера Власова. Говорим мы сегодня с президентом Федерации Триатлона Кировской области Андреем Рудиным. И, конечно же, говорим о таком значительном мероприятии, к которому мы приблизились уже вплотную. Это настоящий марафон серии забегов в Ядские холмы. Это третье мероприятие в этом году. Из обещанных трех, соответственно, и заключительное в 2018 году. Да, Андрей, расскажи, пожалуйста, как прошли первые два события. Начнем с этого. И почему вообще стала такая необходимость проводить несколько мероприятий в году? Добрый день. Добрый день. Ну, необходимости такой не возникло. Мы решили, что одного забега недостаточно для нашего города. Да, что люди готовы уже бегать больше, бегать чаще. Ну, и потребность, в общем-то, такая, наверное, существует. Именно бегать? Ну, именно бегать, да. То есть вот это все, постоянный наш синдром того, что возражение, что постоянно перекрывают улицы, бегаете по стадионам. Вот от этого мы как-то уже уходим, да, в сторону, скажем так, цивилизованного бега по временно доступным пространствам для этого. Не, ну, конечно, без перекрытия улиц не организовать никакое мероприятие. То есть без перекрытия театральной площади вообще ни одно мероприятие в городе практически не проходит. Поэтому тут нужно с пониманием к этому относиться. Не так часто у нас перекрывают улицы по сравнению с другими городами. Последний раз, буквально месяц назад, выступал в Таллине на полной дистанции триатлона Ironman. Вы знаете, там был перекрыт весь город, просто на весь день. Весь центр города. Мы бегали по центру города вокруг Ванаталин, да, это старый город. Ну, я не заметил каких-то... Целый день это было? Да, целый день. Это было с 7 утра и до 12 часов ночи. Да, как прошли первые два забега, напомню, это 6 мая бежали полумарафон. В воскресенье это был день точно такой же, как вот и сейчас будет. И 7 июля бежали ночной забег. По твоей оценке, как прошли эти два мероприятия? Что они дали городу и что они дали спорту? Ну, несомненно, очень интересен был ночной забег, да. Это новый формат для нашего города. Формат не столько спортивный, сколько фановый. Было весело, было интересно. Было приятно от людей получать эти эмоции, да, эти благодарности за то, что мы сделали такое мероприятие в нашем городе. Плюс все это совпало еще с чемпионатом мира по футболу, да, там наложился наш забег на игру в сборной, там было очень феерично. Не согласовали они с нами игру, поэтому пришлось подключать экран, с помощью которого все могли смотреть, да, что происходит на поле. А весенний забег, если брать, то он плавно перекочевал с осени на весну, в том же абсолютно формате. Все было как обычно. Несуна с погодой не очень повезло, а так, ну, все было хорошо, как всегда. По эмоциям участников, ну, по технической части понятно, что команды совершенствуются, да, и с каждым разом все техничнее и техничнее, все лучше и лучше проводятся забеги. Со стороны участников, насколько их эмоции улучшаются, да, насколько их отношение к Вятским холмам улучшается, вот как ты это оцениваешь? И в чем это заключается? Ну, тут сложно сказать, то есть эмоции у всех участников, они разные. Для тех ребят, людей, которые первый раз участвуют в забеге, бесспорно, это там, выплеск, огромнейший выплеск адрианалина, да, феерическое выступление, эмоции, медали, футболки, там, ну, все для них, для многих впервые. Они рады и довольны все, там, прыгают от счастья, да. Для тех, кто не первый раз уже бежит, ну, это для них уже несколько обыденно, хотя и для них это праздник, то есть они приходят, общаются, встречаются с друзьями, знакомыми, соревнуются с ними. И, опять же, получают, ну, какие-то эндорфины там и прочее. То есть, ну, для всех это праздник спорта, праздник бега, ну, для всех, ну, по-разному, скажем так, да, для кого-то больше, для кого-то меньше. У каждого свои цели, наверное, да? Ну, цели не цемненно, у каждого свои, у кого-то цель просто поучаствовать, да, у кого-то там улучшить. Пробежать в общей толпе, совсем вместе. Надо улучшить результат, у кого-то посоревноваться с друзьями, там, с коллегами, в общем, кого-то объединиться, там, в коллективе. То есть целей может быть масса. Давай конкретизируем, потому что вот каждая из названных тобой целей, она имеет под собой очень такой мощный бэкграунд, на самом деле мощный стимул, да, чтобы начать бегать, прийти и побежать. Вот первая цель, про которую ты сказала, что вот просто пробежать, да, это же, на самом деле, очень круто находиться в этой большой массе, особенно, если мы говорим о таком массовом, действительно, огромном забеге, как вот старт на 3 километра, который тоже будет этой осенью, когда тысяча человек разом стартует. Это же, на самом деле, это очень круто, когда бегут все вместе, дистанция не настолько большая, чтобы толпа смогла настолько сильно растянуться. И, мне кажется, даже не чувствуешь эту дистанцию, пока ее пробегаешь. Конечно, да, даже если ты никогда не бегал и вышел на старт такой дистанции, в такой массе людей, ты невольно побежишь. Понесу. Да, если ты даже сомневался в том, что ты добежишь или нет, или планировал, что вот я тихонечко побегу, ничего подобного, ты понесешься, как лось со всеми, да, и никуда тут не денешься. То есть вся эта общая атмосфера бега, адреналина, напряжение, она невольно передается на соседа, на товарища. Да, ну буквально каждый может обратить внимание, в интернете очень много фотографий с Вайских холмов, всегда вызывают удивление, как ребята, которые бегут, вот весной еще с погодой, да, ты сказал, не повезло, погода мерзкая, бежать далеко, долго, сложно, еще и в горку. Ну зрителям скорее не повезло, участникам им вполне комфортно было, да. Ну да, вот я к чему и веду, что вместе со всеми вот этими вот негативными такими вот факторами, казалось бы негативными, у них такие довольные лица, они там позируют перед камерой в процессе бега, откуда у них сил на этой бюрте спрашивать, вот как они могут еще это делать? Ну вообще в дождь легче даже бежать, чем при солнце, поэтому я думаю, что силы у них и остаются, и копятся, да, не расходуется энергия на терморегуляцию, скажем так. Ну будем надеяться, что 9-го числа, 9-го сентября все-таки будет солнце, будет тепло, хотя бы была светские холмы должны пройти в хорошую погоду. Ну, прошлые годы вроде бы неплохая была погода. Относительно, но всегда можно и получше погода, имею в виду. Да, вторая цель, которую ты указал, это улучшить свое время. Поясни здесь, пожалуйста, как исчисляется время, потому что тот же самый забег массовый, который мы уже упоминали, естественно, все не могут разом после выстрела стартового перешагнуть стартовую черту. Как происходит фиксация времени? Насколько это точно, насколько это объективно? Ну, абсолютно точная фиксация с точностью до десятых долей секунды, даже с точностью до сотых долей она фиксируется, но в результатах остается до десятых. У каждого участника есть нагрудный номер, к которому прикреплен чип электронного хронометража, и зачет у нас идет по чистому времени преодоления дистанции, то есть когда участник пересек стартовую линию и пересек финишную линию. Вот этот промежуток и есть, чистое время прохождения дистанции. Поэтому все абсолютно объективно, честно, и никаких тут вопросов, мне кажется, быть не может. Да, это касается и взрослых, и детских забегов, если кто не знает. Да, всех забегов, да. Да, о них мы еще подробнее чуть позже скажем. И результаты буквально же через... Результаты онлайн, да. Можно посмотреть на сайте. Можно онлайн посмотреть результаты на сайте, да. Сообщения приходят с результатами? СМС-сообщения, да. То есть практически сразу же после забега, да, в течение суток, может быть, да, или нескольких часов даже. Ну, по-разному там зависит от оператора. С результатом, да. И можно сравнить, посмотреть, как ты пробежал. Иногда бывает так, что... Можно сравнить свои результаты на предыдущих забегах. Если вы бежите одну и ту же дистанцию, допустим, 3 километра, да, у нас она не меняется уже на протяжении третьего года. То есть это четвертый старт будет, когда мы бежим 3 километра. Вот можно сравнить свои результаты в течение этого времени. Да, и на сайте iLifeRunning там можно тоже... RussiaRunning. RussiaRunning, да. На сайте RussiaRunning, это другое движение, которое мы тоже можем сказать. На сайте RussiaRunning можно следить свои результаты. И еще посмотреть, очень интересно, там есть таблички, когда кажется, вот что прибежал далеко не первый. Но вот посмотреть, а в своей категории-то очень даже хорошо можно выделиться. Да, конечно, у нас забеги любительские. Кроме того, что награждаются победители в абсолютном зачете, те, кто первый пересек финишную линию. Но также у нас идет зачет среди возрастных групп. Ну, с градацией через 10 лет. То есть можно, да, в своей возрастной группе неплохо выступить и тоже зайти на пьедестал. Вот, Андрей, еще в связи с этим такой вопрос. Может сложиться впечатление, что от забега к забегу на пьедестал встают, ну, практически одни и те же люди. Да, насколько реально вырваться вперед, насколько реально встать на пьедестал, да, какая-то работа с этим ведется, как-то дополнительно, возможно, себя еще проявить. Ну, тут я не соглашусь, что одни и те же люди, честно говоря. За эти годы я бы не сказал, что кто-то у нас примелькался. Разве что победители там на 21 километр. Ну, и то они меняются там между собой. Это ребята там с Чувашией приезжают. А так, ну, нет ничего невозможного. Нужно больше тренироваться, эффективнее тренироваться, и все у вас получится. И зайти на пьедестал тоже вполне реально. Кстати говоря, очень удивляет каждый раз, когда в возрастной категории там 60 плюс выходят такие, на самом деле, уже прожженные жизнью там мужчины и женщины, и пробегают с такими ошеломляющими результатами, что это вызывает восхищение. И какие они молодцы, на самом деле, их много, и они бегут, и они готовы бежать больше. Да, может быть, и на марафонской дистанции кто-то из них покажется в этом году. Ну, это, большей частью, это все бывшие спортсмены, конечно, да, но о чем это говорит? О том, что люди с самого детства, там, с молодости, не перестывая, они занимаются спортом, да, и вот когда они подошли к такому рубежу, ну, серьезному уже там за 60 лет, некоторые за 70 лет, да, они все еще бодры и духом, и телом, вот, здоровы, бегают, и поэтому всем людям стоит задуматься, что чем раньше мы начнем бегать, чем раньше мы начнем следить за своим здоровьем, чем раньше мы встанем с дивана, да, тем легче нам будет потом в будущем, в старости. Кстати, о диванах. Упомянула уже сегодня iLoveRunning, это школа бега, которая существует в городе Кирове в том числе, ты тоже к ней имеешь непосредственные отношения. Эта школа как раз готовит к тому, чтобы научиться бегать правильно, чтобы у людей появилась цель, да, она, если я правильно, Андрей, понимаю, поправь меня, если я ошибаюсь, и эта школа, которая, как мне кажется, учит получать, завоевывать, отвоевывать себе как можно больше здоровья в этой жизни. Как мы понимаем, без здоровья сейчас вообще уже никуда совсем, уже... Ну, да, очень дорого жить без здоровья, да, со здоровьем значительно проще. Да, и вот эти вот ребята, как раз, которые помогают так организовать свой быт, свою жизнь, свою физиологию, чтобы с каждым годом здоровье становилось все больше, да, вот в эту школу тоже можно прийти, позаниматься, подготовиться к любой, наверное, дистанции, да, можно подготовиться. Ну, да, формат школы таков, что мы вместе с нашими учениками выбираем какую-то цель, они ставят для себя цель, так сейчас вот группа тренироваться, кто готовился к Вятским холмам, они поставили цель пробежать марафон на Вятских холмах, они готовились пять месяцев, и вот там через две недели буквально у них проверка на прочность. Проверка, да. Пять месяцев готовится команда бежать марафонскую дистанцию, 42,2 километра, напомню, если кто-то забыл, вот всего пять месяцев нужно, а какой-то уровень у них до этого уже был? Ну, должен быть, несомненно, какой-то базовый уровень, да, то есть не просто с дивана, можно, наверное, и просто с дивана подготовиться, но... Но это не пять месяцев, да, по-моему, все-таки? Нет, и за пять месяцев, но в любом случае вы должны быть физически не разобраны совсем. Не размякши. Да, совершенно точно. Да, напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Рудин, один из главных организаторов, инициаторов создания серии забегов «Фиатские холмы» и президент Федерации триатлона Кировской области. Третья цель, третья группа людей, о которых ты упомянул, это те товарищи, которые стремятся пробежать в команде, у которых какой-то вот такой командный либо семейный дух. Что это за люди, откуда они берутся, и как они себя могут реализовать вот на «Вятских холмах» 9 сентября? Безусловно, здесь в первую очередь можно сказать о корпоративных командах, когда люди работают вместе и вместе проводят свое свободное время таким образом. То есть это некий тимбилдинг, это некое объединение коллектива. Здоровое объединение, естественное объединение. Несомненно, да. То есть это не шашлыки там где-то. Кого-то, может быть, уже можно назвать, кто зарегистрировался? Какие команды бегут у нас? Да, 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 корпоративные. Да, то есть у нас традиционно бежит в последние годы самая крупная команда, это команда компании «Нанолек». Больше 60 человек, у них заявка в этом году. Весной было 40, да? Да, около 40. Команда компании «Культура гостеприимства». Тоже достаточно большая команда. Это «Фабрика», «Сушилка», «Кафе Италия». Да, фабрика. Это еще ряд заведений объединенных. Да, совершенно верно. Компания следственного комитета, команда следственного комитета у нас традиционный участник. Ну, достаточно много команд, то есть если посмотреть, то они повторяются практически каждый год, но надо отметить, что и появляются и новые. И это очень положительные. Ну, и кроме того, что корпоративные команды заявляются, можно заявиться и командой, и просто командой друзей. Придумать какое-то название, хорошее, яркое. Причем, расскажи, пожалуйста, какие условия командного участия, чтобы вот именно в командном зачете соревноваться? Нет, условий участия как-то нет. Да, чтобы соревноваться, да, необходимо, поучаствовать может каждая команда, не менее пяти человек, присылайте заявку и участвуйте. Абсолютно любые дистанции. То есть можно в пятером зарегистрироваться на три километра? На три километра бежать своей командой со своими флагами в своих футболках, да, либо в пять человек бежать в марафон. Атрибуты корпоративные можно ли использовать? Да, приветствуются, приветствуются только приветствуются. Да, это очень красиво, на самом деле. Это красиво, когда команды в своих фирменных брендированных футболках, да, бегут с своими какими-то атрибутами, флагами, еще чем-то. Но футболку вятские холмы все равно получат. Все равно получат каждый. Каждый получит футболку вятские холмы. В отличие, кстати, от весеннего забега, когда мы только платным категориям участников предлагали футболки, и в этот раз футболки получат все, в том числе и детские забега. Заказали с запасом? Да. Есть ли еще возможность зарегистрироваться корпоративным командам, если там еще местечко? Да, несомненно. Нужно отправлять заявочку на электронную почту, которая указана на нашем сайте, и в ответ вам будет выслан промокод для регистрации. Ну уж 3,10 километров там, наверное, сам Бог велел. Легко можно прибежать, поэтому призываем всех принимать участие. Очень важный фактор, который мы должны, обязаны буквально сегодня осветить в этой программе, это то, что вятские холмы сейчас активно участвуют в грантах. У многих возникает вопрос, что это такое, куда будут направлены эти средства. Вот расскажи, пожалуйста, президентский грант, который недавно вятские холмы получили, что это, за что получили, что для этого было сделано и куда это все пойдет? Ну здесь скорее не за что, а для чего. Для чего. За что, я имею в виду, предыстория же была, то есть показали какую-то конкретную работу. Ну одна из направляющих, составляющих, точнее, нашей деятельности в рамках этого проекта, это является поддержка детей в детских домах Кировской области, поддержка с точки зрения развития спорта, развития легкоатлетики в этих детских домах. Вот эту цель мы озвучиваем уже на протяжении трех лет, ну и каким-то образом мы пытаемся ее осуществлять, детям помогать, то есть вывозим их на соревнования, к ним приезжают тренеры, тренируются. И, собственно говоря, частично на эти цели, на то, чтобы этих детей вывозить, играть, тренировать, одевать, обувать, в общем, и был выделен президентский грант, который мы получили в начале лета, и вот сейчас начинается его реализация. Да, Андрей, скажи просто, зачем это детям? Ну опять же, ради здоровья, ради общения, ради их лучшей социализации в будущем. То есть это именно тот навык, та возможность, которую они сквозь свою жизнь и сквозь все могут принести. Это вот такие тренды, жизненные устои, цели, нормативы, которые помогут и при формировании характера. Несомненно, спорт способствует формированию характера. То есть мы все видим, что спортсмены наиболее стрессоустойчивые, как минимум, люди, привыкшие терпеть, страдать, выносить любые тяготы жизненные. Я думаю, что детям это будет полезно. Чем с более раннего возраста мы начнем им это прививать через спорт, тем легче им будет, наверное, и в будущем. Какой возраст, ребят, на которых направлена эта поддержка? Ну, вообще от восьми лет дети у нас участвуют, буквально до конца их обучения в детских сиротских учреждениях. От восьми лет. Восемь плюс, будем называть. Да, примерно. Это связано еще с тем, что мы вывозим их потом на соревнования, и там есть некие категории возрастные, которые участвуют в этих соревнованиях. То есть совсем малыши там не получаются участвовать. Хотя детей из детских домов и маленьких мы тренируем и готовим, ну и будем тренировать и готовить. Да, ну и, соответственно, тоже на Вятские холмы смогут приехать. Вот, да, как раз вот об этом еще отдельно давай скажем. Ребята из детских домов, из домов-интернатов Киевской области приедут на Вятские холмы. Да. Они приедут из всех учреждений, ныне существующих. Нет, ну не совсем из всех. То есть там у нас некоррекционные учреждения, да. То есть мы имеем в виду... То есть где ребята без каких-то физических ограничений. То есть семь учреждений, которые ныне функционируют. Да, семь учреждений, которые сейчас работают. Соответственно, организации, организаторы Вятских холмов их доставляют в Киров. Причем есть очень отдаленные детские дома, дома-интернаты, которые находятся в большом отдалении от Кирова. Все они доставляются в Киров комфортабельно. Все они получают там определенные еще дополнительные возможности в Кирове. Бегут счастливые, довольные, участвуют в наших развлекательных программах. И с ними уже в дальнейшем ведется конкретная работа. По какой системе будет отбираться и будет ли вообще отбор? На какие детские дома будет программа распространяться? Как это было, допустим, ранее? Либо она идет на всех? Программа распространяется на все детские дома. Единственное, что не все ребята поедут на итоговые соревнования в Москву. То есть всех их мы возим здесь в Кирове на соревнования на Вятские холмы осенью и весной. Всех их мы тренируем, обучаем их преподавателей, предоставляем им оборудование для тренировок. Но поедут в Москву на соревнования детской русской зимы, которая в феврале проводится. Поедут лучшие. То есть те, кто покажет лучшие результаты здесь на Вятских холмах, они и поедут. Детская русская зима, соревнования в Москве. Всероссийские соревнования очень крупные по легкой атлетике. Я правильно понимаю, что Киров стал здесь новатором, когда вот несколько лет назад наши ребята впервые приехали на Вятские холмы? Командой детских домов, да, они приехали первыми. То есть именно Киров завел такой тренд, насколько я понимаю, организаторы детской русской зимы были очень довольны именно такой тенденцией? Не то, чтобы довольны, были несколько удивлены, что мы привезли целую команду из детского дома. Да, поэтому наших ребят сейчас очень хорошо, положительно встречают в Москве, их очень ждут, на самом деле. Ну да, кроме спортивной программы, которая проходит в рамках этих забегов, мы организуем и мы культурную программу развлекательную. То есть в прошлом году они в планетарии ходили у нас, ходили в кинзанию, в кино, там еще куда-то. В Москве, да. В Москве понятно, хорошо. Переходим к нашей кировской программе, что у нас здесь будет 9 сентября. Что ждать? Начнем опять-таки с наболевшего, с перекрытий. Какие улицы перекрываются, на какое время? Это уже известно? Да, с 9 часов утра до 3 часов дня у нас будет проходить мероприятие, соответственно, на это время будут перекрыты улицы. Это касается, в первую очередь, Октябрьского проспекта от улицы Маклина до улицы Карла Маркса. Частичка улицы Профсоюзной от Карла Маркса до Октябрьского проспекта. И частичка улицы Московской от улицы Дериндяева до улицы Горького. А с 9 часов до 3 часов просьба всем, да, свои дела как-то уже завершить? Спланировать, то есть можно спланировать, если человек предупрежден, то он вооружен. Оставить свои автомобили, личные транспортные средства и прийти смотреть, насколько это все будет красиво. Да, приходить, поддержать участников, поприветствовать их, самим поучаствовать. А то, что они делают, на самом деле, это большое дело. Как будет проходить само мероприятие, план, расскажи, пожалуйста. Несколько другой у нас порядок старта в этом году, этой осенью точнее. Если раньше у нас все было по порядку, там дистанции шли по возрастанию, то сейчас первыми у нас стартуют в 9 часов 30 минут участники забега на 3 километра. Затем в 10 часов стартуют участники, одновременно стартуют участники забегов на 10, 21, 42 километра. Кто-то бежит один круг, кто-то два, кто-то четыре. Практически сразу после их старта будут проведены детские забеги на 300 и 600 метров. Вот, и потом начнется у нас уже постепенно финиш сначала десятка, 21, потом 42 километра. Вот, все это время будет на театральной площади культурная программа, то есть будут выступать музыкальные коллективы, будут несколько зон активности традиционных, таких как зона ГТО, детская зона, где будут детские мастер-классы, детская анимация. Вот, будут представлены на экспо наши партнеры со своими продуктами, будет презентация автомобилей, автомобилей Лада, насколько я помню, да, автосалон Лада на производственной представляет. Ну, вот в общих чертах. Есть ли еще возможность партнерам подключиться? Да, конечно. Конечно, пока забег не начался, возможность подключиться есть. За пять минут до забега тоже еще можно, да, принять участие, если в экспо, конечно, место останется. На самом деле большая проходимость, очень большая аудитория зрителей, действительно влюбленных в спорт зрителей, так что на этом можно очень хорошо сыграть, на всякий случай, так вот заявляю. Ну, да. А детская площадка тоже планируется, да, насколько я понимаю, что и дети? Да, традиционно будет детская площадка, будут надувные батуты, то есть будет чем заняться, кроме того, чтобы побегать. То есть можно и побегать, можно и там кто постарше нормы ГТО сдавать, кто помладше может там какие-то мастер-классы посетить. Будет чем заняться всем, буквально любой аудитории, любой категории населения, так что всех приглашаем посетить Севятские холмы 9 сентября. А слышала я крайне муха, что ведутся сейчас переговоры с какой-то спортивной знаменитостью. Вот так вот мы немножечко флёру придадим. Переговоры ведутся, да. Переговоры ведутся, так что я думаю, что надеемся. Да, возможно, кто-то из звезд российского спорта и приедет к нам поддержать нас и пробежать. Да, возможно. Так что следите за новостями. Очень может быть, что в скором времени мы заявим о приближении звезды спортивной к нашему городу, вплотную приблизится кто-то. Поживем-увидим, очень надеемся. Во всяком случае, подобные массовые спортивные мероприятия и вполне естественно, что привлекают не только звезд всероссийского масштаба, но и наших кировских известных людей, которые так же, как и всегда, так же, как и с года в год, побегут в том числе. Поэтому на это тоже можно посмотреть. Ну да, даже нет. На это тоже можно посмотреть. Это довольно-таки увлекательное, интересное зрелище. Осталось несколько минут у нас, Андрей. Расскажи, пожалуйста, после этого глобального, на самом деле, мероприятия, как проведение марафона, впервые за сколько лет мы проводим его? Нет, ну марафон проводится каждый год, просто в самом городе. В центре Кирова. Да, в самом городе. В Кирове последний раз там лет 15 назад было. 15 лет. Переливчик небольшой. Точно никто не может вспомнить, правда, когда это было в последний раз. Если старожил уже, даже не помню, тогда вы что уже говорить, пора. Время настало, город готов к этому. Что дальше? Ну, еще один моментик давайте, Вера, вспомним. Мы напомним точнее нашим участникам о том, что по результатам этих забегов мы разыграем путевку, традиционно разыграем путевку на марафон, либо на полумарафон, да. В этот раз это будет Мюнхен. Мы разыграем ее среди участников всех трех забегов в этом году. То есть для тех, кто участвовал весной, летом в ночной вятке, и вот осенью будут участвовать среди этих людей, мы разыграем путевку на мюнхенский марафон. Там есть возможность пробежать 10, 21 или 42 километра. То есть все те, кто нас сейчас слышит, кто бежал и весной, и летом, срочно регистрируйтесь. Шанс есть. Конкуренция, конечно, будет, но могла бы быть и побольше. В следующем году, я уверена, что она будет значительно больше, когда все люди поймут, на самом деле, что они могут получить. Я сейчас не о марафоне говорю, я сейчас говорю о прекрасном, прекраснейшем досуге, о здоровье, о потрясающей компании энергетики, которую можно получить, от чего можно подзарядиться, пробегая всю эту дистанцию, покоряя эти лестницы, которые мы ночью покоряли в июле месяце, коварные такие. Так что всем рекомендуем зарегистрироваться. Как будет определен победитель? Традиционно в формате лотерей. То есть вытягиванием. Вытягиванием, да, номер из барабана. Условие было раньше, что этот победитель должен находиться на территории Театральной площади. Как будет в этом году проходить? Я думаю, что он так же сделан. То есть и просьба не расходиться после того, как пробежите. Главное, чтобы это было до, точнее, уже после финиша 42,2, чтобы человек уже успел добежать. Про Мюнхен еще давай расскажем, что в себя включает эта поездка, что будет оплачено организаторами. Будет оплачен сам перелет, проживание в Мюнхене и стартовый слот, стартовый номер на мюнхенский марафон. Хочу добавить, что человек поедет не один, потому что в школе Бегайлов-Ранинг уже готовится группа на мюнхенский марафон. 6 человек уже точно туда поедут. Поэтому компания подбирается вполне себе интересно. Да, и если есть какие-то опасения, мало ли страхи, что я не смогу, вот опять-таки о чем Андрей говорил в начале программы, в едином порыве пробежишь и не заметишь. Но это не обязательно должен быть марафон, да, то есть там есть и полумарафон, и 10 километров, так что на любую дистанцию на какую победитель будет готов. Но в Мюнхене можно и 42, не замыкнуться, уже терять нечего, да, как говорится. Победителя мы узнаем 9 сентября, того человека, который поедет. Естественно, его имя тоже будет везде опубликовано, будет звучать отовсюду. И это на самом деле очень крутая возможность. Все ли мы успели сказать про 9 сентября? Еще раз упомянем, где можно зарегистрироваться, каким образом можно зарегистрироваться? Зарегистрироваться можно либо на сайте aviatskiaholmy.rf, либо на сайте Всероссийской площадки беговых событий, это rusharunning.com. Ну и все новости о Авиатских холмах тоже можно в интернете найти, на нашем сайте, в контакте, в фейсбуке. В интернете, да, на наших сайтах, в группах, в социальных сетях. О дальнейших мероприятиях есть ли уже какое-то понимание, как дальше будут Авиатские холмы развиваться? Примерно в том же ключе, что и в этом году, в следующий год мы планируем построить. Единственное, возможно, мы сделаем несколько забегов в районах Кировской области. То есть расширим географию, расширим количество забегов, они будут не такими протяженными, то есть это не марафон, не полумарафон, скорее всего, это будут дистанции 10 километров. Это будет пересеченная местность или трасса? Нет, нет, то есть это не трейловые, мы проводим не трейловые забеги, мы проводим именно асфальтовые забеги. Так что на этом, наверное, можно уже и завершить наши глобальные планы. Так что 9 числа берем с собой кроссовки, берем с собой, какая есть спортивную форму, предварительно забрав чипы с номерами. Когда можно будет? 8, да, получается, забрать, получить экипировку? Да, следите за сообщениями в наших информационных ресурсах, в социальных сетях. Мы сообщим, где, когда, во сколько можно будет собрать эти стартовые пакеты, футболки, номера. Не забываем медицинские справки еще. Обязательно, да. Допуск на соревнования по медицинской справке установлен на образце. Ну что, всем тогда успехов, прекрасные пробежки, хорошей погоды, самое главное, энергии, да, и чтобы Вятские холмы стал, на самом деле, настоящим нашим вятским брендом. И сейчас, в принципе, это название звучит по всей России, а то и даже за ее пределами. Многие очень знают по всей России об этом. Забеги из разных городов приезжают к нам в Кира, чтобы пробежать Вятские холмы, поучаствовать в этом празднике. Всех призываем 9 сентября. Регистрироваться можно уже сейчас. Пока еще места есть. Андрей, спасибо большое. Сегодня говорили мы о Вятских холмах, о забеге. В гостях был организатор серии забегов в Вятские холмы, президент Федерации триатлона Кирской области Андрей Рузин. Спасибо, Андрей. Спасибо, Вера. Увидимся 9 сентября. Увидимся 9 сентября. С Верой в спорт.